Ребята, всем привет, сегодня 24 апреля 2020 года, яблонька, видите, только расцвела, половина бутонов еще закрытые, половина цветов уже раскрытые, остальные деревья, ну у меня три яблони, все три сейчас только цветут, остальные деревья уже отцвели, алыча, сливы, терм, все это уже отцвело. Это дерево с у меня алыча, но тоже интересно в этом году, она такая, третий год, первый год одна, только штучка была, прошло до штук 15, в этом году думаю будет побольше уже, но не тут-то было. Одна веточка вот свела, еще цветы вот тут есть, и с той стороны один кусочек есть, основное дерево полностью не свело, так же и терм в этом году, очень мало, реденькие такие цветочки, слива тоже. Это дерево у меня персик, свел сильно в этом году, ну как раз когда свели, он свел, был мороз, целую неделю ночью, 2-3-4 градуса, и сейчас вот смотрю, тут все цветочки осыпались, в этом году персиков не будет. Вообще интересно в этом году и со сливой, и с терном, и с алычой. Интересно хорошо свела, вот она спереди стоит, молодая дерева у меня, хорошо свела, видно тут вот, завязи все уже есть, и вот эта вишня у меня, она мелкая, карликовая. Цветов полно было, но я вчера подходил смотрел, везде завязи все полностью, завязи есть, все нормально с ней, с грушами тоже все хорошо. Это два дерева груши у меня, она карликовая, по шмуду два ведра дала, маленькое, оно тоже еще молодое дерево, и эта карликовая тоже, здесь чуть меньше было, ну тоже нормальная груша, но вот это очень хорошая, груша крупная, как настоящая крупная груша, груша носит. Это дерево, и там сзади еще одно дерево, это у меня тернослив, но он похоже как сливы, только чуть помельче, не круглый, в России у меня круглый терно был еще, а здесь как похож на сливы, как настоящая слива. Он уже отсел, цветов не так много, как в прошлом году было, но посмотрим летом, так вроде бы ничего, уже завязи везде, посмотрел, хорошо опылился, поглядим, что с него будет. Цветочки, видите вот, завязь есть, а сел, здесь в прошлом году вот привил, в этом месте вот привил, прошлом году, ну и вот тут вот уже два цветочка, две завязи, слива другая, удочки брал. Что это стомнись, то стомни еще одно принялось, вот а привил побольше. Это дерево тоже не натер, а есть два одинаковых, только сформировал, нет, немножко пошире, как вы видите, а то дерево немножко как по луже сформировало. Это дерево у меня карликовое, вишня, она кислая и не крупная, ну, чуть больше вот так вот, мизинчик, но носит обильно, всегда полно, но и ягоды вкусные так. Оставил я, сначала хотел ее уже выкопать, но теперь, думаю, пусть будет для разнообразия. Цветет, уже, точнее говоря, отсвела, очень обильно, полностью все завязи завязались в этом году. Это желтая черешня, ягода крупная, в прошлом году не очень много до нее было, но в этом году обильно цвела, и я вот смотрел вчера тут, везде завязи у нее хорошие взялись, должно быть все нормально с черешней. Ну, еще дерево молодое. Это яблоня, она только начала цвести, еще часть цветков не раскрыты, яблоня летние, яблоки летние, крупные, такие, прям большие. Ну, и вкусные очень, моей жене нравится, я не очень-то едок, такой яблок прививал, пытался, сколько на нее уже другие со сцены, что-то у меня никак не получается. Вот опять одна прививка, и там пару штук есть, посмотрим, но что-то у меня никак не идет, никак не научусь я это делать. Ребята, это дерево белый налив, я с ним уже радикально последние три года воюю, оно выросло очень большое, я его формировал раньше очень густо, потому что я часть сучков уже вырезал. И в этом году, алло, вот пока, и в этом году совсем мало цветков на ней. Моя жена ругается опять, вот это она любит их очень, ну и вот в таком состоянии она на сегодняшний день. Ну, смотрю, вы видите, что сверху я ее обрезал, однолетние побеги сильно погоняла, она в прошлом году на каждом таком месте по 5-6 штук, и они были все по метру длиной. Все я повырезал, ну и теперь хочу ее по новой сформировать, не знаю получится или нет. Теперь уже третий год, почти никаких яблок мы не видим, немножко только на ней, ну и сейчас опять цветков на ней совсем мало. Ну и посмотрим, в следующий год теперь надо ждать, в этом году опять сформирую что-нибудь. Я ее когда брал деревьям маленьким, видите, основание у нее тут много разветвлений, много веток было, я тогда думал, вот как хорошо могу ее сформировать. Ну вот получилось так, что слишком густо я ее сформировал, разветвление много было, здесь я уже толстые сачки вырезал, здесь, здесь, потом сзади, она еще гуще была сформирована. Я через каждые 30 сантиметров делал раздвоение, теперь уже оказалось, что это слишком густо, теперь наоборот прореживается. Вот это слева тут тень, справа слива. Здесь губи-лика, у нас все цветет еще. Все кастичники поднимают эти кусты. У нас цветов много. Эти кусты тоже у меня тут в хорошем состоянии. Смородину обильно вырезал в прошлом году, вырезал очень много. Тут вот это красный куст, там сзади черный куст, тоже сильно повырезал, три черных даже маленьких, сзади два молодых. Здесь у меня голубика в двух, в трех еще, я в костях, чувствует она себя хорошо, все три куста хорошие. Иноград тоже хорошо себя сзади чувствует, пока морозов нет и не ожидается. Пока видео снимал, не замечал, как поедет птица, но когда она еще просматривает, то это заметил. Ну, это дрозды и другие свинички тут всякие у нас гнездятся, голуби тоже тут вот, у нас елки были гнездились. Виноград уже собирается цвести. У меня дамский пальчик здесь, вот эти побеги, цветочки уже видать, что тут уже собираются цвести. Вообще, дамский пальчик побеги рано выгоняет. Видите, здесь тоже затишек, здесь тоже побеги уже хорошие, большие. Уже везде залези поищены, на цветочки вот, видать, что уже будет скоро свистеть. А это мой розовый виноград, он еще немножко рановато ему еще тут. Только начинает раскрываться все, зацветка еще, где он дошло. Который впритык к стенке у меня посаженный виноград. Он немножко дальше развился, видите, уже, тут уже свистеть собирается. Ну, не собирается, но уже бутоны, видать, от цветов. Это все из-за того, что кирпич нагревается, хотя полдня солнца тут всего. Нагревается и он себя тут превосходно чувствует. Остальные полдня солнца нет, но он, видать, тепло получает от стенки и намного лучше тут. И раньше взрывает здесь намного, чем у меня там во дворе посажены. Эти молодые два кустика у меня тут, один и второй, в прошлом году посадил, купил. Тоже вот в таком они состоянии. Цветы уже собираются тоже вот. Тут и тут видно уже, что он собирается свистеть тоже уже. В этом году будет виноград, наверное. А здесь, для сравнения вам покажу, в какой стадии здесь он будет солить. То есть путички только собираются. Он тут немножко дальше пошел. А так он возле забора, там сзади, хорошо видать, что тот намного сильнее пошел. Видно, что там теплее немного. А два метра от забора дальше сюда вот, где более-менее больше опроветривается, то почки совсем еще слабенькие. Не так развились. Это недели две еще, наверное. Недели надо, чтобы тех догнать. Ну две, я думаю, точно. Тут розовый тоже. И муска черные. Эти вот соленые черные муска. Здесь у меня с правой стороны от дома находится крыжовник белый. Восемь кустов. Я их два года назад часть обрезал полностью под корень. И три года, по-моему, назад еще одну часть обрезал. Ну вот они теперь опять все выросли. В этом году хорошо отцвел. Уже завязи полностью на них. Шмели летают, опыляют тут на кустах. Ищут нектар себе. Ну вот в таком состоянии вот они находятся. Ну на этом пока все. Всем привет. До следующего раза.